Всем привет! Меня зовут Валентина Вараксина. Я преподаватель тележурналистики Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета и куратор Красноярской школы межэтнической журналистики. Сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать визуальную историю. Я думаю, что это будет актуально во все времена. Но времена сейчас меняются, все убыстряется и в нашем арсенале сейчас чаще используется динамическая съемка и динамический монтаж. Это можно использовать как при съемке профессиональной камеры, любительской или даже при помощи ваших телефончиков, чтобы делать историю в Инстаграме. Поговорим о таком приеме, как переход. Например, мы поворачиваем камеру влево, зритель ожидает, что она кажется в той же локации, а мы вдруг бесшовно попадаем совершенно в другое место. При помощи телефона это можно сделать вот так. Нужно очень быстро вести камеру, начать, например, с какого-то крупняка, темный размытый план, быстро переходим, и следующий план мы начинаем точно так же, с быстрого перехода в ту же сторону. Можно повернуть камеру, и тогда следующий план мы тоже будем с поворотом делать. Можно использовать разные прыжки и склейки, но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте посмотрим пример. Это одна из наших программ, которую мы с ребятами снимали для Красноярского телеканала. И обратите внимание, как режиссер при этом переходе еще использует специально наложенный звук. А еще меня приглашают в детские садки и школы прокачивать английский с детьми. Красноярск большой город. Меньше, конечно, чем тот, где я живу. Ирриалт. Или можно при помощи микросмены крупного и общего плана сделать что-то типа фотосъемки. При этом мы так же накладываем звук. Или даже переодеть нашего героя. Он для этого должен просто поднести руку к камере. Здравствуйте, меня зовут Муса Аббас. Я приехал в столицу Саудовской ревии Ирриалт. Узучаю менеджмент в Институте управления бизнес-процессами и экономикой Сибирского федерального университета. Я уже два года живу в Красноярске. И хочу вам его показать таким, каким я его увидел. Сейчас вы посмотрели примеры из нескольких программ нашего проекта, который мы снимали в Школе Межеднической журналистики для Красноярского телеканала. Он называется «Сибирь глазами иностранцев». И ведущие наши – это иностранцы. Для того, чтобы показать, динамично показать жизни студентов, мы использовали здесь также движущуюся камеру. Ну, конечно, никто не отменял необычного поведения людей. Или очень хорошо срабатывает, конечно, съемка при помощи квадрокоптера. А сейчас обратите внимание на то, как можно использовать таймлапсы. Ускоренное движение. Причем не только как прием сам по себе, но и как элемент стендапа. Блин, честно, как круто здесь. Все написано. Прямо сколько километров отсюда? Лондон, примерно, 7039 километров. А Нью-Йорк, примерно, 13,970 километров отсюда. А Вавилюны сколько, примерно? Я бы хотел узнать. Сейчас мы посмотрим шестой дубль одной из наших программ. Мы снимали их с Лоосом Дикеем и китаянкой Синьсинь. Они не очень хорошо говорят по-русски, поэтому оператор приходилось делать много дублей. Все для чего? Для того, чтобы в конце Дикея сделал вот такой щелчок пальцем. И ребята с улицы вдруг сразу оказались в концертном зале. Я из Маньчжории. Я ни разу не была в театре и на концерте классической музыки. Я тоже не был, но я могу организовать. Дикей, смотри, сколько народа. Это открытие твой детский сезон. Что очень важно? Для того, чтобы вот такие динамические переходы использовать при монтаже, мы, конечно, их используем сначала при съемке, а до этого мы с ребятами писали сценарии, в которых очень тщательно продумывали как раз вот все эти переходы. Гуляет по-анисельски, начинаем с набережной. Смотрите, какой я неси. Этот город появился 400 лет назад. Его образовали казаки. А первым сюда пришел монах. Начальный сценарий – это рыба. И, конечно, очень важно прописать какие-то элементы, которые должны в нем присутствовать. Но импровизации никто не отменял. И очень хорошо, когда во время импровизации с вами оказывается еще на съемках экшн-камера. Сейчас я вам покажу пример, как мы использовали ее во время съемок нашей программы «Красноярск музыкальный». И наши герои оказались в колледже музыкальном. Народники неожиданно повели наших ребят танцевать. Посмотрите внимательно, как при этом работала экшн-камера. При этом вы должны понимать, что все эти приемы, динамические переходы, экшн-камеры, движения, тайм-лапсы – они хороши, но обязательно должен быть джентльменский набор классических планов разной крупности. И помните, что самое эмоциональное воздействие оказывает на зрителя крупный план. Здорово! Я Себастьян Сатива. Я из Колумбии и живу уже 4 года в Красноярске. Я изучаю искусство и гуманитарную науку в Сибирском федеральном университете. И сегодня я вам расскажу о знаменитом сибирском писателе Виктории Астафьеве. Очень хорошо срабатывает многодубливая съемка. Она нужна для того, чтобы режиссер смог смонтировать какой-то эпизод, имеющий глубокую драматическую наполненность. Себастьян Сатива рассказывает о герое-фронтовике, как наш писатель Виктор Астафьев возвращается в свою деревню Овсянка. И в этом режиссеру очень помогает проходка самого нашего героя. Посмотрите, как это получилось. А вот пример, как наш ведущий араб, мусульманин Али, ставит свечу в православном храме. Здесь режиссер, обратите внимание, очень хорошо использует музыку. Это что касается динамического монтажа, динамической съемки. Но немножечко хочу рассказать о своей личной истории. Когда я увлеклась кинодокументалистикой, я была очарована длинными планами Виктора Косаковского, Андрея Тарковского. И я думаю, что это будет вечно и живо всегда. И на этом мы, конечно, ни в коем случае не ставим крест. Посмотрите, как начинается одна моя авторская картина. Она называется «Ефимова правда». И первый план для нее мне снял замечательный оператор Андрей Шицов. Это длинная панорама с естественными звуками. И именно она помогла нам войти в фильм, который рассказывает о людях, потерявших свою родину. При затоплении Бакучанской ГЭС ангарцы были вынуждены переселиться в города. И это, конечно, была большая трагедия. К сожалению, этот план оказался единственным, который снял мне профессиональный оператор. Наш герой в последний момент сказал, что он не может взять с собой в лодку двоих человек, тем более с тяжелой какой-то техникой телевизионной. Мне удалось убедить Ефима, что мой вес и вес моей маленькой камеры его лодка выдержит. И все остальные планы, и короткие, и длинные, я снимала уже в полном одиночестве. То есть без оператора. Что хочу вам сказать. Если вы снимаете кино, то слушайте своих героев. Слушайте своих героев и не бойтесь пауз. И еще один такой совет. Если вы только начинаете себя в деле рассказывания видеоисторий, начинайте с того, что вам близко, то, что вы хорошо знаете. Например, самые удачные проекты у меня были о моем племяннике трубочисте и о моем сыне в проекте «Две цивилизации». И последний проект, который рассказывает о двух ребятишках, одного из тундры, другого из города, я начала снимать еще до рождения своего ребенка. Мама, я очень хорошо нажала эту кнопочку и сняла саньки, да? Да. А еще, проработав 20 лет на телевидении, в какой-то момент я поняла, что хочу быть совершенно самостоятельной. Я научилась снимать, научилась монтировать. Но сейчас я прихожу к другому выводу. Работать в команде гораздо круче. Это обогащает тебя в сотни раз. И еще, смотрите хорошие примеры. Не бойтесь на первом этапе подражать. Потом у вас уже появится свой почерк. Удачи вам в этом пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова